Недавно Зелецкий говорил про то, что все-таки Путин больше всего беспокоит то, что скажут в России. Он боится все же бунта россиян. И здесь вот интересно, на каких россиян он боится бунта? Это тех, кто, может быть, не знаю, под Курской областью живет и переживает? Или все же это такая? Вот речь от тех, кто живет в Москве, в Петербурге, от тех, кто до сегодняшнего дня, скажем так, еще не чувствовал войны. Но еще мы знаем, что наносит Путина уже и зимний период. В прошлом году очень много проблем было в России. Люди протестовали. Но все же, боится ли этого Путин? Что должно быть такое? Какой голос прозвучать, чтобы Путин напугался? Россия потихонечку, да уже сейчас даже, наверное, не потихонечку, она все набирая обороты, влетает в очень серьезный экономический и социальный кризис. Путин и раньше очень много денег тратил на войну. Последние два года эти цифры просто взлетели до небес. И на будущее идет урезание всей социальной сферы, идет урезание даже расходов на инфраструктуру. Напомню, что в России инфраструктура требует для восстановления порядка 10-15 триллионов рублей. Это годовые расходы Путина на войну. Так вот, вместо того, чтобы увеличивать расходы на инфраструктуру с 600-700 миллиардов долларов в год, они будут в ближайшие два года урезаны до 300. Многие компоненты инфраструктуры в России 40-60 лет не ремонтировались. Вы видели прошлой зимой, как сотни тысяч россиян без какого-то воздействия со стороны Украины. Сидели в темноте, без воды, без тепла. Почему? Потому что коммерсанты от недвижимости в России строят очень много жилья, но не строят соответствующую инфраструктуру. Им это невыгодно и интересно. Инфраструктура государственная. И, соответственно, эта инфраструктура, изношенная, перестает вытягивать, особенно зимой, такую нагрузку. Естественно, на фоне снижения вложений в инфраструктуру этой зимой россиян ждет еще большее отсутствие света, тепла и комфорта. А не дай бог они начнут серьезно бить по нашим объектам энергетики, они вполне могут получить ответ, который заставит их в тишине и в темноте подумать, нужна ли им эта война. К сожалению, в текущих реалиях очень редко возможности сочетаются с политической волей. Те, кто может уничтожить террориста номер один на планете, они боятся, либо не хотят по каким-то причинам этого делать. Те, кто хочет, к сожалению, не имеют такой возможности. Как говорится, бодливой корове бог рогов не дал. Но я думаю, что рано или поздно террориста номер один либо уничтожен, вполне возможно, что его ближайшее окружение, либо на поводке его притащат в Гаагу. Он заслуживает и того, и другого, и третьего. В России провели телефонный опрос взрослого населения России. И там спрашивали прямо, если для приложения спецоперации потребуется новая мобилизация, как правильно поступить? Ну и там давали такие разные варианты ответа. Например, провести еще одну мобилизацию или остановить военные действия, заключить мирное соглашение с Украиной. И результаты были очень такие вот показательные. За мобилизацию, если она потребуется, почти 29% проголосовали, ну а за мирное соглашение 49% россиян. Это показывает, наверное, не столько настроение на мир россиян, как столько то, что они наверняка боятся новой волны мобилизации. Все же, можно ли говорить сегодня, что, скажем так, степень испуга россиян сегодня на самом высшем уровне? И чем это все может обернуться дальше для Путина и для всего населения? Если бы мобилизация давала Путину больше плюсов, чем минусов, он давным-давно бы ее уже стартовал. Давным-давно бы ее уже стартовал. Он бы создавал новые ударные группировки из набранной живой силы, повторял бы вторжение в районе Чернигово, Сум и так далее. Он откладывает ее до последнего момента. Огромные баснословные выплаты по российским меркам за подписание контракта опять-таки определяются тем, что Путин старается покрывать потребности фронта именно за счет добровольцев. Он прекрасно понимает, что если он будет брать условно от сахи русского мужика, то ему эта война будет русскому мужику, естественно, не нужна. И закончится для Путина это может все очень печально, как сто лет назад, в 1917 году, когда армия повернула штыки, устав от войны. То, что касается вот этих 29%, которые за мобилизацию, я уверяю вас, что большая часть этой процентовки – это персонажи возрастом 60+, которые сидят на диване с просевшими пружинами и под бутылочку пива думают, что пускай там молодой сосед пойдет повоюет, а я тут по телевизору за наших поболею, чтобы они там всех нацистов, бендерцев уничтожили. Поэтому, поверьте, простым гражданам России эта война не нужна. Да, есть небольшой процент сумасшедших зет-патриотов, есть пушечное мясо безмозглое, бессовестное абсолютно, которое готово идти убивать и умирать в чужой стране. Но, если бы, еще раз повторю, Путин понимал, что мобилизация пройдет для него бесследно, он бы ее уже давным-давно начал. Он оттягивает ее до самого последнего момента. Потому что он понимает, простым русским гражданам эта война не нужна. Ну и про мирный план, план победы Зеленского. Все наблюдали за тем, как происходил визит Владимира Зеленского в США, за встречами с лидерами мировыми. Ну и он сказал, что план победы уже представлен Америке, и каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд, говорит, мы будем работать, чтобы наполнять каждый шаг, каждое новое решение. Он перечислен так вкратце, о чем идет речь. Это дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, ну и шаги по российским активам. В любом случае, результаты есть, но вернулся все-таки Зеленский без этого одобрения бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. И уже даже пишут некоторые СМИ, что это все равно ничего не даст, не будет так много ракет, чтобы это изменило ход войны, ну и, мол, давайте лишний раз не автоцировать Россию. Так думаете, все же, главный пункт плана победы, он какой должен быть? Главный пункт плана победы – это навязывать свою волю противников. Недавнее, как говорит Путин, он всегда, когда чего-то боится, боится называть своими именами. Нас он называет эти террористы. События в Курской области он называет ситуацией. Так вот, ситуация показала, что там, где мы навязываем свою волю противнику, у него начинаются проблемы. Дроны морские уничтожили треть российского военно-морского флота, загнали его в Номроссийск, где он сидит как мышь. Воздушные дроны нанесли мощные удары, замечательные просто по степени воздействия, по российским НПЗ, объектам нефтепереработки, хранения, по складам боеприпасов. Вот что надо продолжать. И тут Украину никто ограничить не может. Тут, что называется, руки развязаны, и все упирается только в научно-промышленный потенциал Украины. И именно туда надо вкладываться, не надо ни на кого рассчитывать. А еще посмотрите, что на фоне заявлений Путина с ядерными угрозами, что сказала маленькая, но храбрая Эстония. Если мы увидим, что они там что-то собираются затевать, мы шандарахнем. Понимаете? Это небольшая страна, которая понимает, что если сидеть и ждать в море погоды, то ничего хорошего не будет. Если противник готовит атаку, надо, соответственно, бить. И Украина, опять-таки, должна выбирать именно те формы вооруженной борьбы, которые у нее лучше всего получаются, и не стесняться этого делать. А рассчитывать на чью-то помощь – это, ну, скажем так, худшее, что мы можем придумать. Отрадно, что военно-промышленный комплекс Украины усиливает и налаживает производство своих средств дальнего поражения, что растет доля боеприпасов. Если в прошлом году мы делали только каждый шестой снаряд в Украине, то сейчас практически каждый второй снаряд уже украинского производства. И это дает нам устойчивость и гарантию того, что энное количество боеприпасов мы всегда получим. И на это войска могут рассчитывать. Поэтому надо делать свое, делать свое. А сильным остальные начинают помогать лучше. Ну, и еще такие заявления сделал Зеленский. Что до ноября мы можем остановить Путина. И что, мол, мы понимаем, что после ноября нам придется решать. И мы надеемся, что сила США будет мощной. Вот если говорить про такие вот краткие перспективы, остановить Путина, а что, а как дальше? Каким образом его можно еще раз, скажем так, остановить? И наверняка, чтобы сделать все, что хочет Зеленский, это потом нужно как-то еще быть на корнице 91-го года. Вот вы верите, что это все возможно? И почему ноябрь, как думаете? Ноябрь, понятно, что это очень значимая точка у нас ближайшая. Точка, которая обозначит, какую поддержку мы будем иметь от главного союзника Соединенных Штатов Америки. Это понятно. Если с демократами все понятно, да, скажем так, Камала Харрис, как будущий кандидат президента, публично, открыто говорит о поддержке Украины, но мы знаем, как демократы ее поддерживают. С определенными проволочками, с затяжками, с огромным временным лагом, местами, когда по несколько месяцев не было необходимой помощи. Приход Трампа, ну что ж, это темная лошадка. Он может быть как очень полезен для Путина, так и оказаться для него крайне неприятным. Если говорить о военных возможностях Украины, скажем так, в прямом, конвенциональном сражении с Россией, то на ближайшие месяцы мы, я уверен, перелома не увидим. И здесь надо делать ставку на гибридные методы ведения войны, на усиленную информационную работу с населением России. Вот я к вам, как представителю журналистского корпуса, обращаюсь. Я думаю, что надо уменьшить в публичном пространстве нарративы про ров с крокодилами, распилить их на 20 частей, чтобы они там все сдохли. Поверьте, большинству граждан России эта война не нужна. Но за любое слово в поддержку Украины или против войны людей бросают в тюрьму, в психушку, отбирают детей. В общем, репрессируют очень жестко. На самом деле, в Украине очень много сторонников в России. Внутри России очень много противников путинского режима. И эти люди регулярно связываются с нами и начинают сотрудничать и поставляют нам очень важную информацию о деятельности режима. Эти люди находятся в самых разных структурах российской власти. И среди силовиков, и среди административного аппарата, и в политическом звене. Это люди, которые понимают, что Путин – это фактически могила России. И даже если сейчас будет подписан условный мир на каких-либо условиях, если Путин остается у власти, это означает неминуемую войну через несколько лет. Мы уже видели 2014 год, 2022 год. Что там дальше? Будем ждать с тревогой 2027-2028 года, пока он наберется сил и снова нападет? Нет. С путинским режимом надо кончать. И это наша основная задача российских добровольцев, помимо чисто военной борьбы на фронте, доказывать нашим гражданам, что у России есть другое будущее, замечательное будущее. И это будущее именно без Путина. Субтитры создавал DimaTorzok